В той или иной богословской программе или богословском учебном заведении должен, наверное, ставить достаточно реалистичные цели перед собой, но они должны быть. Наверное, рассматривать свое обучение как некое путешествие, в котором он открывает что-то новое для себя. Экспериментировать, если учебная программа позволяет взять различные предметы от различных преподавателей, запастись терпением и, как говорится, шаг за шагом продвигаться в мир знаний. И, естественно, очень хорошо, когда человек изучает тот или иной предмет, который находит отклик. Во-первых, ему это интересно. Во-вторых, он видит, как это может быть применимо в его собственной жизни. Не разочароваться. Ну что же, здесь по всей вероятности очень важно быть мужественным, быть твердым. Понимаю, что иногда мы только со второй, с третьей, с четвертой дисциплины, с пятого курса начинаем как-то эту всю картинку собирать. Не всегда один курс является всем во всем. Постепенно, наверное, человек может по-особому найти для себя ценность в богословском образовании, может быть, даже несколько лет после того, когда он оканчивает вуз или программу. Но здесь самое главное, шаг за шагом, методологически, мужественно, наверное, ставить нужные вопросы и включаться. Ни один преподавательный день курса не сможет человеку помочь, если у человека нет собственного интереса. Нужно включаться, подключаться, ставить вопросы, вообще-то задаваться вопросом, насколько это полезно, как это поможет мне, что мне интересно, что это помогает мне в понимании других вопросов. То есть человек должен подходить творчески.